Приветствую вас, братья и сестры, любовью Господа Иисуса Христа. Как уже Григорий сегодня говорил, христианский восточный мир празднует сегодня светлое Христово Воскресение. И я вас приветствую! Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Садитесь, пожалуйста. Два места предлагаю из книги Библии. Книги Библии для нас являются драгоценным сокровищем, великим приобретением. В 118-м псалме написано, Давид говорит, радуюсь я слову Твоему, как получивший великую прибыль. Есть драгоценности, которые глубоко сокрыты в земле, и их ищут, и их находят. Есть драгоценности, которые открыты, и не всегда люди на них обращают внимание. Я бы сегодня коснулся этой темы, это труда Господа нашего Иисуса Христа, и посмотреть на очень важный фактор, который, как я думаю, играет очень важную роль в нашем христианском житии. Первое место, послушаем, записано в книге «Послание Павла к евреям», 9 глава с 15 текста по 17 включительно. «И потому Он, то есть Христос, есть ходатай Нового Завета, дабы вследствие смерти Его, бывшей для искупления от преступлений, сделанных в Первом Завете, призванные к вечному наследию, получили обетованные. Ибо где завещание, там необходимо, чтобы последовала смерть завещателя, потому что завещание действительно после умерших, оно не имеет силы, когда завещатель жив». Интересный текст, братья и сестры, он нас ведет в правовую систему взаимоотношений. Вы заметили, что здесь встречается слово «завет». И если мы прочитаем до 22 текста, слово «завет» будет встречаться еще несколько раз. В чем же разница сегодня между заветом и завещанием? Потому что те три текста, которые сегодня я представил для вас, они говорят о новом служении Господа. Он завещатель. Он что-то завещал в своей жизни. И это не первое слово. В одни своего служения Иисус Христос говорил очень интересные слова своим последователям. «Я завещаю вам царство Отца Моего». Это наследие. Это наследие, и Господь знакомил людей с этим. И вот здесь, братья и сестры, несмотря на то, что это слово одинаковое, но когда люди Его изучают, они находят здесь два разных места. Это Иисус выступает как посредник. И об этом ниже мы будем говорить. Оно действительно здесь есть. Но я обращаю сегодня ваше внимание на Его служение как завещателя. А мы с вами, братья и сестры, принимающие это завещание. И от этого очень много значит. Братья и сестры, посмотрите, здесь несколько раз написано, смотрите, 16 стих, где завещание. А потом написано 17, потому что завещание действительно после умерших. Вот в таких рамках закона жили люди, которые хотели что-то завещать. Вы помните, картина есть такая. Отец любил сына, который погиб на полях сражений в войне. Но его товарищ рисовал во время промежутка между боями, рисовал его картину сына. И когда он ее написал, случилось страшное, этот товарищ его погиб. И этот парень пошел, разыскал отца и вручил ему эту картину. Ничего из богатств дома этого мецената не было так важным для него, как портрет его сына. Он был баснословно богат. И когда он умер, он оставил завещание. Завещание – это волеизъявление завещателя. И он определяет правила, не кто-то, даже будь он выше его по положению. И он в завещании сказал, должен первым на аукционе быть поставлен портрет моего сына. Вы знаете, это было очень мучительно для сердца человека, которые собрались, предвкушая удачу свою, но показывали картину сына. И люди говорили, уберите эту тряпку, она не нужна, хватит. И только один человек сказал, я хочу взять эту картину. И когда он это сделал, то тот, который вел эти торги, он сказал, торги окончены, потому что по завещанию этого человека, владельца, кто купит картину сына, получает все вместе с ней. Братья и сестры, чем же отличается завет от завещания? Он отвечает, в завете обязательно есть две стороны. Вы помните? Бог заключал завет с Авраамом. Люди, о которых мы с вами читаем в «Одни Моисея», они вступали в заветное отношение пред Богом. И Моисей тогда взял жертвенную кровь животных и окропил книгу, и окропил народ. Обоюдное! Но в завещании этого нет. В завещании нет крови. Есть только обещание. И мы с вами прочитали, братья и сестры, что это написано. Оно вступает в дело только тогда, когда завещатель умирает. Тогда может человек пользоваться всем тем добром, которое определил завещатель в своем завещании. Поэтому посмотрите, как написано, где завещание. Там необходимо, чтобы последовала смерть завещателя. Потому что завещание действительно после смерти умерших братья и сестры. Поэтому, когда мы смотрим на эту сторону, мы видим здесь Господа нашего Иисуса Христа совсем необычно. И согласитесь, я в своей памяти даже не редко встречал, когда мы говорили об этом тексте. Оказывается, братья и сестры, смерть Господа Иисуса Христа была предсказана. И об этом Священное Писание говорит очень много. Посмотрите эту же книгу, но только мы посмотрим вторую главу с 9 стиха, читаемый ниже. Но видим, что за претерпение смерти увенчан славу и честью Иисус, который немного был унижен предангелами, дабы Ему по благодати Божией вкусить смерть за всех. Ибо надлежало, чтобы Тот, для Которого все и от Которого все, приводящего многих сынов в славу, вождя спасения их, совершил через страдания. Ибо и освящающие, и освящаемые все от единого, поэтому Он не стыдится называть их братьями, говоря, «Возвещу имя Твое братьям посреди церкви, воспою тебя еще, я буду уповать на Него еще. Вот я и дети, которых дал мне Господь, а как дети причастны плоти и крови, так и Он воспринял онное, дабы смертью лишить силы имеющего державу смерти, то есть дьявола». Братья и сестры, премудрый Бог в плане спасения падших людей человеческих запланировал смерть Господа. Об этом сказано Тот, Который Сына Своего не пощадил, но предал за всех нас. Этот текст очень-очень радикальный. Он говорит нам о том, каков наш Бог, как Он любит свое творение, как Он любит грешника, как Он желает, чтобы Он был спасен. Братья и сестры, вот мы с вами и прочитываем эти строки, и они говорят нам о том, что кто эти получатели были. Мы с вами прочитали, это были люди, в котором есть очень маленький штрих, но очень важный. Они были призванные. Оказывается, для того, чтобы пользоваться плодами смерти и воскресения нашего Спасителя, очень важно имеет отношение быть призванным. Братья и сестры, Павел сегодня говорил, как работает благодать Божья. Удивительно. Незаслуженно ее получаем, а милость – это когда мы не получаем того, что мы заслужили. И это опять любовь Бога к своему творению, сострадание Бога к нам. Поэтому, когда мы смотрим на этих людей, призванные, это кого Он позвал. Братья и сестры, сколько текстов написано об этом. Насколько Бог широк и неузок в своих притязаниях. Ко Мне обратитесь все концы земли и будете спасены. Посмотрите сегодня, как мечутся народ, народы на этой земле сегодня. Как они ищут выхода. Что им нужно сегодня? Приглашение от Бога. Это весь нужно донести до их ушей. Кто-то должен провозгласить это. Бог – надежда нашего мира. Бог – сегодня надежда для Твоей усталой, обремененной грехами души. Иисус Христос учил в 11 главе. Придите ко Мне все усталые и обремененные. Этот призыв, он звучит сегодня. Это люди, которые слышали этот небесный призыв. Братья и сестры, интересно, интересно. Почему же здесь речь идет о завещании? Что здесь интересного для нас, братья и сестры? Потому что Господь хочет пробудить в нас мотивацию о том, что Его Отец весьма и весьма богат. И в своей смерти, которую Он претерпевает из любви к нам, грешным людям, для нас сокрыто богатство славного наследия. Вот здесь и написано. Это вечное наследие. Мы же с вами прочитали. Посмотрите. Люди делают самое серьезное злодеяние. Убивают носителя жизни. Творца всего сущего. А Он в благодати и милости к ним простирает к ним руку спасения. Как не вспомнить здесь слова Давида, что Он взошел на гору, чтобы и противящие Ему могли обитать в присутствии Его. Это мы с вами по нашей жизни, по нашим грехам и беззакониям были чужими, были безбожниками в этом мире, не имели никакой надежды. А Бог, войдя в нашу жизнь, предлагает нам нечто в нашей жизни. Посмотрите. Послание к римлянам, 5 глава написано. Ибо мы примирились с Богом, смертью Его Сына. А в послании к Колоссянам, посмотрите, еще интересные слова сказаны здесь. Мы читаем с вами в первой главе. Это тоже говорится о нашем с вами вечном великом наследии. Посмотрите. Двенадцатый текст ниже. «Благодаря Бога и Отца, призвавшего нас к участию в наследие святых во свете, избавившего нас от власти тьмы и ввечшего в царство возлюбленного Сына Своего, в котором мы имеем искупление кровью Его и прощение грехов, который есть образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой твари». Посмотрите. Двадцатый текст. «И чтобы посредством Его, то есть Иисуса Христа, примирить с Собою, умиротворив через Него кровью креста Его и земное, и небесное». К сожалению, когда мы с вами смотрим на жертвы, на кровь жертвенных животных, мы находим, что Бог к этому не благоволил. Ты не восхотел. Бог что-то приготовил в конце времен для того, чтобы эта жертва и пролитая кровь покрыла грехи всех людей, начиная от Адама и кончая теми, которые жили во времена Иисуса Христа и те, которые придут, как мы с вами. Если угодно будет волей Господа. Братья и сестры, это написано нам сегодня. Бог приготовил нам наследство, великое и вечное. Оно никогда не закончится, оно никогда не потеряет своей цены. И мы читаем об этом на страницах Священного Писания. Это наследство хранится сегодня на небесах. Оно чистое, оно не уйдаемое, оно нетленное. Оно сберегается силой самого Господа для нас. И оно готово открыться, когда? В последнее время. Мы с вами живем в это время, когда Господь скоро должен прийти. Постарайся использовать те возможности, чтобы найти время для того, чтобы примириться с Богом. Братья и сестры, но если смертью сына мы примиряемся с Богом, зачем тогда речь идет о крови? Что кровь делает в жизни? Она омывает нас от наших грехов. Омыт ли ты сегодня в своей жизни? Подумай, это не праздный вопрос. Не для того, чтобы просто полюбопытствовать. Омыт ли сегодня грехи твои беззакония кровью сына? Одна из очень важных сторон служения Господа Иисуса Христа написана «Ему, омывшему нас от грехов наших кровью своею». Мы с вами прочитали несколько раз. Эта кровь, она говорит, лучше, чем кровь Авеля. У нас есть один момент, братья и сестры. Кровь Иисуса Христа, она работает. Посмотрите, как об этом сказано в этой же главе, которую мы с вами читаем. Вот как здесь написано. «Иисус вошел не с кровью козлов и тельцов, 12 текст, но со своей кровью. Однажды вошел в освятилище и приобрел вечное искупление. Ибо если кровь тельцов и козлов и пепел телицы через окропления освящает оскверненных, дабы чисто было тело, то сколь богаче кровь Христа, который Духом Святым принес себя непорочного Богу, очистит совесть нашу от мертвых дел для служения Богу живому и истинному». Братья и сестры, заметьте, насколько очень мощно и сильно Он здесь представляет служение Господа нашего Иисуса Христа. Он пришел туда не с чужою кровью, Он пришел со своей собственной кровью и приобрел опять великое вечное искупление. Он однажды туда вошел. И это как раз слово говорит о том, что никто больше из живущих на земле людей не сможет повторить то, что сделал Божий Сын. Он вошел в самое небо. Он воссел на престоле величия на высоте. «Нету никого выше, чем наш Господь». Вы помните, как, созерцая славу великого Бога, Серафимы закрывали свои лица, закрывали свои ноги и только восклицали «Свят, свят, свят Господь Саваоф!» А Он сел там, Он окончил. Все то, что касается сегодня нашей с вами вины, братья и сестры, Он пролил кровь, чтобы мы оставили наш грех. Он пришел для того, чтобы кровью Своею и жертвой Своею уничтожить грех, чего никогда не могли сделать жертвенная кровь животных. Посмотрите, так написано. «Закон, имея тень будущих благ», 10 глава, 1 стихи, «а не самый образ вещей, одними и теми жертвами, каждый год постоянно приносимыми, заметьте, никогда не может сделать совершенными приходящих с ними». Но читаем дальше. «Иначе перестали бы приносить их, потому что приносящие жертву, быв очищены однажды, не имели бы уже никакого сознания грехов». «Но жертвами каждогодно напоминается о грехах». Посмотрите еще. «Ибо невозможно, чтобы кровь тельцов и козлов уничтожала грехи». Посмотрите. Вот, оказывается, как Премудрий в вечном плане о нас, грешных людях, Бог замыслил спасение безнадежно погибших грешных людей. И что Он сделал? Он приготовил Своему Сыну тело. Сын говорит, «Отец, Ты приготовил мне тело? И я понял из книги, что Тебе всесожжение, жертвенная кровь животных не нужны. И я тогда сказал, «Вот, иду исполнить волю Твою Божию и закон Твой в сердце моем». Как это случилось, братья и сестры? Мы с вами читаем. «И Слово стало плотью, и обитало с нами полное благодати и истины, и мы видели Его». Это воплощение Божьего Сына. Да давайте еще посмотрим ближе это событие. «Ангел явился к Деве Марии, обрученной своему мужу, и приветствует ее приветствием. «Радуйся, благодатная, Господь с тобою! Благословенно ты между женами, ибо ты родишь Сына, и Он будет святой пред Богом, братья и сестры». Она в это поверила, и Господь ей это совершил, «Потому что это будет рожденное тебя святое, наречется Божьим Сыном». Он взойдет на крест. Он купит нам прощение. Сегодня мы вспоминаем хлеб, который представляет Его страдающее терзаемое тело, и вино, которое представляет Его пролитую кровь. Братья и сестры, это действует, это работает. Его кровь, она сегодня сильна. Омыть все наши грехи. Поэтому Он ее пролил. Для чего? Чтобы мы развелись с грехом. Если мы любим грех, этот грех нас приведет к наказанию. Но если мы принимаем сегодня, исповедуем своим грехи, то написано, Он, будучи верен и праведен, очистит нас, заметьте, от всякого греха. Хочешь ли сегодня быть чистым? Приди к этой спасающей крови. Воспользуйся этим приглашением. Почему? Потому что Господь открыл для нас новый путь. Этот путь через кровь Божьего Сына. Апостол Петр говорит, вы искуплены от суетной, бесполезной жизни крови Иисуса Христа, как драгоценного и чистого агнца. Используй эту возможность для себя. А для нас, которые сегодня находятся в правильных отношениях с Господом, есть возможность поблагодарить Господа за Его чудную заботу о нас, о том, что Он, видя, оставил для нас наследие. Братья и сестры, это наследие великий город. Посмотрите, как написано здесь же. К чему вы приступили? Куда вы пришли? Вы пришли к городу. Вы пришли к духам праведников, достигших совершенства. Вы приступаете к крови агнца. Братья и сестры, это сегодня открыто для каждого из нас. Кто-то это пережил, кто этого не переживал, начните искать близости с Господом. Да прославится имя Его. Аминь. Помолимся Богу. Субтитры создавал DimaTorzok